Приветствую! Вы с Олегом Соскин. Сегодня 25.06.2024. Вы на Бошьем канале. Смотрите меньше Соскин Юс. Очень много тем, которые еще надо обсудить. Это уже несколько материалов и выставлено. Ну вот, давайте такую обсудим. Очень важный, целый клубок. Это Европейский Союз. Как известно, объявлено, что начнутся якобы переговоры между Украиной и Европейским Союзом о... Начнется переговорный процесс о рамках, о членстве Украины в Европейском Союзе. Ну, это очень длинная история. Ну, мы сейчас... Я сделаю вам отдельное по этому поводу видео. Но никакие переговоры начаться не могут, пока не будет создано новое руководство Европейского Союза. А именно, надо избрать председателя Еврокомиссии, потому что полномочия Урсулы фон дер Ляйн, они истекли. И обычно никогда вообще не стоял вопрос о том, чтобы... Ну, я, по крайней мере, не помню такого. Чтобы избирать на следующий срок, на 5 лет, прежнего председателя Еврокомиссии. Причем, эта женщина очень уже пенсионного возраста. Избирать ее надо на 5 лет. То есть, она уже вообще будет, ей за 70 лет будет. Ну, давайте прямо говорить. Это вообще уже очень, как бы, серьезные претензии. Мало ли как, как бы, может сложиться ситуация. Ну, в Евросоюзе 27 стран, более там, наверное, 500 миллионов населения, десятки тысяч разных руководителей. И с клином свет сошелся на Урсуле фон дер Ляйн. Представляете? Ну, если это не лоббирование и нет какой-то, какого-то подтекста, то есть, вполне возможно, это связано с распределением каких-то огромных потоков денег, которые на ней завязаны. И поэтому никого пустить уже туда не могут, поскольку станет понятно, что там могут быть очень огромные коррупционные плоскости и потоки, что деньги текли не туда и не так. Или же, и может, надо завершить какие-то огромные денежные вопросы. И поэтому решили, чтобы она это делала. Но почему вдруг это происходит, то есть, почему никто не выступает с 27 стран о том, что надо избирать новую фигуру, вот это самое удивительное. То есть, это означает, что уже создана какое-то общее такое, как бы, целая коалиция, где главы государств и бюрократия высшая срослась с бизнесом, со спецслужбами. Но это уже называется, по сути, в общем-то, такое слово есть, плутократия. И есть еще более жесткое слово, если это в самом деле связано с какими-то, скажем, финансовыми, мягко говоря, нелегальными потоками. Это мягко говоря, но это уже попахивает мировой, международной, такое слово есть, мафия. И для того, чтобы это закрепить, они хотят продвинуть Урсулу фон дер Лейн. И появилась информация, такое тоже, и какие-то агенции, что якобы, вот эти лидеры европейских стран, якобы, одобрили фигуру Урсулы фон дер Лейн. Но это не соответствует процедуре, потому что, чтобы ее одобрить и выдвинуть, там должно быть квалифицированное большинство, 27 стран. А давайте я вам прочитаю, а что же такое квалифицированное большинство. Так вот, написано так, что председатель Европейской комиссии, была Урсула фон дер Лейн, ее истекли полномочия. Это статья 1, пункт 27. С учетом выборов в Европейский парламент и после проведения соответствующих консультаций, Европейский совет, постановляя квалифицированным большинством Золотой Мэй, предлагает Европейскому парламенту кандидата на должность председателя комиссии. Данный кандидат избирает тыся европейским парламентом, большинством членом входящих в его состав. Но тут не пишется это тайное голосование или какое. Если данный кандидат не получит требуемого большинства, то Европейский совет, постановляя квалифицированным большинством в течение месяца, предлагает нового кандидата, который избирается Европарламентом согласно аналогичной процедуре. Как вам это? То есть должно быть квалифицированное большинство. Ну хорошо, что ж такое квалифицированное большинство? Ну если исходить, например, есть голосование согласно Ницкому договору. Но есть так называемый Совет ЕС был создан Маастрийским договором, а процедуры голосования претерпели изменения из-за Амстердамского договора, Ницкого договора, а также других договоров, по которым присоеделялись новые члены. Так вот, согласно Лиссабонскому договору, который вступил в действие 1 декабря 2009 года, процедуры голосования Совета ЕС должны были измениться в 2014 году. А есть еще, и там было голосование согласно методу Пенроуза. Ну, можно посмотреть, но давайте вот по Лиссабонскому договору. С 2014 года следующая была схема квалифицированного большинства. Вот, согласно новой схеме, квалифицированным большинством будет считаться не менее 50%, в некоторых случаях 72% членов Совета ЕС, 27 государств, представляющих не менее 14 стран и не менее 65% населения ЕС за, или не более членов, четырех членов Совета ЕС против. А есть еще так называемый метод Пенроуза. В 2007 году его Польша предложила. Но ЕС не поддержала эту схему. То есть практически мы должны говорить, что, видимо, все-таки это происходит по вот этому Лиссабонскому договору. Но тогда возникает вопрос, вы же тогда расскажите, как это сделано. То есть мы видим вранье. Мы видим, что идет узурпация власти в Евросоюзе. Урсула фон дер Ляйн, нарушаются их же уложения. Так хотят эту просунуть у Урсулу фон дер Ляйн, который уже вообще не место там. Таким образом Европейский Союз, по сути, превращается уже в коммуносоциалистическую структуру. То есть он действует, по сути, как Зеленский. А Урсула фон дер Ляйн, она уже вместе с бюрократией хочет стать узурпатором. Клику создать. Представляете, как здорово? Вы же расскажите, как ее избрали. Но это же не все. Как известно, утвержден состав был вот этого парламента, Европарламента, в 23-м году 720 депутатов. Депутатов, Европарламент, 720. Четко по странам прописано, кому сколько. Они должны на фракции разделиться. Чтобы избрать председателя комиссии, необходимо большинство. Делим 720, это сколько получается? На 2, это 360 плюс 1. То есть должно быть 361 голос. А где же Урсула фон дер Ляйн возьмет столько голосов, если их там у нее нет? Потому что усилились те позиции так называемых партий, которые полевые, которые не контролируются мировой, так сказать, мировым правительством и транснациональными инвестиционными фондами разными и так далее. Как это говорят, те, которые за декорацией стоят. То есть, фактически, мы видим, что бюрократия Евросоюза настолько уже срослась, настолько утратила, над ней утрачен контроль со стороны национальных государств, что это уже неконтролируемая мировая финансо-корпоративная плутократия, которая хочет создать европейскую диктатуру, полностью уничтожив национальные государства, нации, народы и их голоса. И именно переизбрание Урсулы фон дер Ляйн на это нацелено. Но если Урсулы фон дер Ляйн не изберут, тогда ломается весь механизм. Потому что надо избрать еще тогда, вместо Мишеля, голову вот этого текущей деятельности Евросовета, куда входят 27 государств, Мишель был, и надо избрать нового министра иностранных дел вместо Борреля. Но их обычно избирают после того, как избирают председателя комиссии. Но не избрав председателя комиссии, нельзя комиссаров избрать от каждой страны, дают своего кандидата. Но если нет комиссаров, глав комиссии, то тогда нету и комиссии. И невозможно заниматься деньгами и всем остальным. Понимаете? А это триллионы долларов. То есть мы с вами видим просто уже, речь идет о том, что верхушка хочет стоять сама у этого огромного европейского корыта, и никого больше туда не допускать. Понимаете? Вот такая история забавная. То есть фактически мы видим, ну с моей точки зрения, что там создана определенная структура. То есть по сути руководство ЕС превращается в модель бандократии. Вот иначе нельзя назвать. Поэтому, конечно, Урсула фон дер Ляйн вообще не может рассматриваться так же, как этот бывший премьер-министр Португалии социалист и премьер Шанава вместо Борреля премьер-министр Эстонии. Ну будем видеть. Сейчас очень важно, как поведут себя. Во-первых, ясно, что пусть опубликуют. Квалифицированное большинство, как это в этих Совете Европы, этих стран, она была там избрана, кто как голосовал, как получила на это квалифицированное большинство. Но они его не могут дать, потому что надо тогда солгать. А во-вторых, пусть будем смотреть, когда фракции создадутся в Европарламенте. Поэтому мы видим, что ее лоббируют. Но ее лоббирует мировая плутократия. Соединение денег, власти и разных коррупционных элементов. Ну это, я же говорю, как называется, известное выражение. Наше дело. Да? Как в Америке эта структура называется. Вот такая интересная у нас сегодня информация. Поэтому, если не будет Урсулы фон дер Лайн, то, конечно, и Зеленскому, и слугам народа фактически завершается их период. Поскольку они новому руководству, которое должно быть в связи избрано, в связи с новым политическим конфигурацией, это новое руководство не поддерживает ни Зеленского, ни Ермака, ни их усилия, ни предание Украины кандидатства в члены ЕС. Но давайте будем наблюдать, победят ли здоровые силы в ЕС, или он превратится в обыкновенную модель международной мировой бандократии. Давайте будем смотреть. Будет интересно.